Начнем с главного мероприятия осени, которое ждут не только в регионе, но и в России. Это Тюменский нефтегазовый форум. Он пройдет в областной столице с 14 по 16 сентября. Событие объединит предприниматели и корпорации для эффективного нетворкинга. ТНФ пройдет в Западно-Сибирском инновационном центре. Подробнее о нем поговорим с заместителем губернатора Тюменской области Андреем Вадимовичем Пантелеевым. Здравствуйте! Здравствуйте, Екатерина. Скоро это долгожданное событие. Расскажите, на какой стадии сейчас подготовка? Все ли готово? На самом деле мы очень сильно готовимся к этому и готовимся мы заранее. Это такое мероприятие, которое распланировано весь год отдельными мероприятиями, которые проводит команда региона, команда нашего нефтегазового кластера. На сегодняшний день уже согласованы списки участников, согласованы те, кто будет принимать участие в выставке. На сегодняшний день активно идет установление нашего павильона выставочного. На сегодняшний день мы получили подтверждение от главных спикеров форума, утверждены, скажем, главные повестки, которые будут обсуждены. И, конечно, мы видим регистрацию на сайте форума, понимаем, что основные участники регистрируются в конце, но уже сегодня цифры... Активно регистрируются? Конечно, активно идет, просто часть регистрируется раньше, потому что они являются непосредственно участниками панельных сессий, различных стратегических сессий, дизайн-сессий, технологических дней, и они уже регистрируются раньше. А участники, которые заявляются потом для участия в них, они непосредственно уже в последнюю неделю. Поэтому все идет в рамках обычного нашего плана, мы понимаем, что все идет в графике, ну и вот с удовольствием ждем гостей. Да, но вы говорите, что это такое масштабное мероприятие, наверное, это трудится огромная команда, да, профессионалов, которые... На самом деле, да, форум стал уже давно из регионального, он стал федеральным, а сейчас уже начинает становиться международным. Это главная площадка сегодня в стране для топливно-энергетического комплекса и, естественно, для региона, но это его естественный профиль, как экономический, так и инвестиционный, промышленный. Мы понимаем, что экономика региона вообще в целом не то, что зависит от этого, а она создана, да, была еще нашими предками на этой земле. Вот этот кластер, которому более 60 лет, и сейчас мы просто обновляем и придаем этому правильную новую огранку. И вот часто Тюмень называют российским Хьюстоном, а мы на самом деле города побратимы. И вот так сложилось, что мы эту пальму первенства топливно-энергетического комплекса и все, что связано с новыми витками развития в стране, да, вот ТНФ стал именно такой площадкой. Поэтому, конечно, трудится и правительство, и наш нефтегазовый кластер, который создан совместно с нефтегазовыми компаниями. Помимо этого есть масса партнеров, которые с нами работают на аутсорсинге, но уже из года в год, это и средства массовой информации, это и те, кто занимаются выставками, все находятся в такой особой боевой готовности. А почему у нас достаточно хорошо и эффективно получается? Потому что команда уже слаженная, и мы, скажем так, не переживаем за то, что мы каждый год возьмем новую высокую планку. Да. Ну, я, кстати, в прошлом году общалась с одним из организаторов, и мне вот сказали, что как только заканчивается Тюменский нефтегазовый форум, сразу же начинается подготовка к другому. Это правда так? Абсолютно, абсолютно. То есть масштабно? Мы уже, ТНФ чем он славится? Что это, на самом деле, очень продуктивная рабочая площадка. Это не просто форум, где приехали, провели какой-то разговор, поговорили о чем-то глобальном. Это очень практичная площадка. Здесь компании приезжают в составом более 100 человек, крупные нефтегазовые компании приезжают вот таким составом. Естественно, они приезжают не послушать, они приезжают поработать. И поэтому мы каждый раз подводим итоги на ТНФ тех задач, которые год назад определили. Поэтому и в рамках этого форума будут подведены итоги, выбраны проекты, и поставлены новые задачи, и реализация этих задач начинается практически сразу. Потому что очень часто появляются новые партнеры, которых мы прогружаем, с которыми ведем дискуссии, строим новые планы. И в этом году точно так же в кластер будут вступать новые участники, с которыми мы планируем прям составлять новые дорожные карты. Ну и что, очень приятно, что вот такого масштаба форум проходит не в Москве, а именно у нас в Тюмени. Это очень приятно. Знаете, интересно, технопарк, он уже преобразился? Мы вот сейчас можем видеть кадры прошлогоднего форума. Третий вот завтрак, это первое мероприятие. Вообще, мы уже помним, это был пандемийный год, и мы первыми сделали такой вот завтрак деловой перед основной полинарной сессией, когда обсуждался очень важный вопрос экологии, вопрос места топливно-энергетического комплекса. В рамках формирования новой повестки энергетической мы видим, что в мире происходят глобальные изменения и тренды. И здесь главное нам не потерять свою нишу, как региону и Российской Федерации в целом. Нужно задавать и попадать в те вот тренды, которые есть, и говорить, нет, мы как топливно-энергетический комплекс остаемся в тренде. Мы знаем, как это делать экологично, мы знаем, как это сделать на сегодняшний день, с учетом всех стандартов, которые сегодня там мировые новые возникают. Ну и вот, конечно, пленарная сессия, это такое важное событие. И мы вот видим, как раз посетил первый раз тогда нас Юрий Иванович, вице-премьер, он курировал на тот момент все, что связано с топливно-энергетическим комплексом, промышленность, оборонно-промышленные комплексы, то есть вся такая вот мощь страны промышленной, сконцентрированной, грубо говоря, была одним вице-премьером. Сейчас господин Нолок тоже стал вице-премьером, и все, что связано с ТЭКом, скажем так, у нас появился еще один премьер, у нас это усилило в целом, да. Но мы понимаем, что вот как раз тогда были заданы новые тренды, которые, опять же, ТНФ сразу подхватил. И вот эта стыковка оборонно-промышленного комплекса и нефтегазового, да, слияние этих двух крупнейших промышленностей Российской Федерации с огромным потенциалом и опытом, накопленным за прошлые годы, да, имеет огромные перспективы. Да, а как организаторы сформулировали новую тему, вот форум, который пройдет в этом году? Да, определена новая панельная, скажем так, основная панельная сессия, и сейчас разрабатывается новая стратегия промышленности России в эпоху глобальных перемен, и именно сейчас перед нами стоят такие большие вызовы, да. Как справиться с этими вызовами, как России не потерять своих конкурентных преимуществ, как в рамках импортозамещения плавно и аккуратно проходить эти этапы, чтобы импортозамещение, ну, скажем так, не останавливало развитие каких-то отраслей. Ведь многие переживают за то, что мы, скажем так, давайте перейдем на российский продукт, а вдруг он некачественный, а вдруг там еще какие-то вопросы есть, да, и начинаются внутренние переживания. На самом деле мы уже во многих отраслях в России это сделали, то есть, как бы, мы же помним с вами тот же агропромышленный комплекс, когда привозили в страну ножки Буша, мы все ели курицу, завезенную со всего мира, но только не нашу. И план был очень органично сделан, то есть, с одной стороны, ограничивали квоту на ввоз птицы, да, а с другой стороны, постоянно помогали и субсидировало государство развитие наших птиц и фабрик. И на сегодняшний день мы с вами видим, что и по птице, а там, по курице, а сегодня уже и по индейке вопросы закрыты. Также мы проходили еще ряд отраслей, которые импортозамещались. И сегодня, ну, скажем так, вот эта панельная сессия, она должна определить основные векторы на ближайший год, куда мы идем. И выбрано уже, скажем так, направление, вышло несколько важных документов на эту тему о том, что запрет в критически важных отраслях, это просто запрет на закупку иностранных аналогов, если есть такое российское оборудование. Это уже вышло в блоке микроэлектроники. И как раз вот этому будет посвящено одно из закрытых совещаний, где будет обсуждаться, как мы можем пройти, какие кампании уже прошли и своим опытом будут показывать. Мы уже, коллеги с вами, вот здесь добились таких результатов. Поэтому зачастую же надо увидеть кого-то, кто уже сделал это, и говорит, это работает. Поэтому вот форум, он позволяет как поставить там большие задачи, так и найти подтверждение партнера, который это прошел, и уже там в общении с ним на его примере дальше, так скажем так, эффективно, не теряя своей конкурентоспособности, а даже где-то ее повышая, да, переоборудовать там свое предприятие. Ну, смотрите, в прошлом году ведущим был Сергей Брилев, федеральный, да, телеведущий. В этом году он тоже заявлен. А будут ли еще какие-то громкие имена? Ну, надо отметить, почему Сергей Брилев. Сергей Брилев еще и является... Он не только телеведущий. Да, он является президентом ассоциации глобальной энергетики, и он очень глубоко в теме. И поэтому, конечно, когда ведущий знает тему, ну, очень досконально, то и получаются панельные сессии очень живые и интересные. Я уже сказал, что подтвердил вице-премьер Борисов Юрий Иванович в своей личной его части. Помимо этого, традиционно мы приглашаем коллег из министерств, будет замминистра Павел Сорокин по энергетике, будет руководитель агентства недр Российской Федерации. Помимо этого, наши компании традиционно представлены первыми лицами. Так, госпромнеев будет Александр Дюков, Сибур представит Дмитрий Конов. От Лукоила будет первый вице-президент Азатангармич Санцуаров. И надо сказать, что в этом году мы переподписали соглашение с Газпромом. У нас очень большой будет представительный состав от ПАО «Газпром». В этом году планируется открытие центра бурения и скважин компании «Газпромнедра». Это центр, который будет контролировать бурение скважин по всей стране. То есть это полностью цифровая модель, которая позволяет из Тюмени управлять бурением, отслеживать по всей стране. Сначала будет взято несколько регионов, постепенно они расширят до всей страны. И оно тоже оснащено во многом именно российским IT-продуктом. И, конечно же, мы понимаем, что за каждой из этих компаний будет стоять большое количество... Будут стоять не только топы, а вот, как я говорил, да, приезжает большое количество экспертов. Ну и там, конечно, у нас и партнеры компания «Новотек». В общем, «Ятек» сейчас вступает, будут представители крупнейшего банка. ПСБ-банк, он является крупнейшим банком, который работает сегодня с промышленными предприятиями в части оборонно-промышленного комплекса. И в стране сегодня стоит такая задача, что а как нам, ну, условно говоря, поженить, да, оборонно-промышленный комплекс со своими стандартами и подходами? И топливно-энергетический комплекс, да, все, что связано с энергетикой. И в этой части сегодня обсуждается активно сотрудничество в рамках нашего кластера. И как раз ПСБ, будет его президент, господин Фродков приедет сам лично, для того, чтобы познакомиться более глубже с кластером, с ТНФом. Возможно, будут какие-нибудь подписания важные для нас. И вот сотрудничество кластера и ПСБ-банка, возможно, станет такой еще одной площадкой в масштабах страны для комфортного взаимодействия вот именно двух этих крупных отраслей. И у нас в гостях заместитель губернатора Тюменской области Андрей Вадимович Пынтелей. Мы продолжаем говорить об одном из крупнейших международных мероприятий в Тюменском нефтегазовом форуме. Напомню, он пройдет с 14 по 16 сентября в Западно-Сибирском инновационном центре. Кстати, что насчет гостей? Сколько ожидается гостей? Какая география? Ну, в целом, если говорить о географии, то мы охватываем практически всю страну. И в рамках кластера, и в рамках ТНФ каждый год пополняется количество участников. Если говорить о международной повестке, то прошлый год, понятно, был с ограничениями. В этом году тоже ограничения действуют. Но в этом году, помимо, есть же еще иностранные компании, которые трудятся в Российской Федерации, имеют свои центральные офисы и заводы, нефтесервисные компании. Они всегда принимают участие. А помимо этого, в этом году у нас приедет вице-премьер Казахстана по энергетике. И мы планируем с Казахстаном вообще развернуть в следующем году такую активную работу. И наш центр экспорта уже, скажем так, формирует повестку, которую как раз мы с коллегами должны будем обсудить на следующий год. Потому что там точно так же есть такая промышленность. И наши технологии, наработки в рамках кластера могут стать как раз интересны и для их компаний и предприятий. На форуме в Санкт-Петербурге, на питерском экономическом форуме, мы проводили встречу с Франко-российской торгово-промышленной палатой. Представители Франко-российской палаты также примут участие в рамках НИТНФ. И также мы ведем переговоры. Сейчас еще не подтверждены ряд компаний, с которыми мы хотели выстроить взаимоотношения в рамках кластера, что вместе с Франко-российской торгово-промышленной палатой приедут и они. Поэтому мы проводили встречи на питерском экономическом форуме с представителями Катара. Но, скажем так, для такой вот глобальной международной поездки нам время чуть больше. То есть мы представителей пригласили, они посетят наш форум и, возможно, на следующий год. Вот и этот регион точно так же будет охвачен взаимодействием с ТНФ. Если говорить о количестве, то всегда это несколько тысяч человек. Но за счет того, что они работают у нас три дня, порядка 30 различных площадок, мы очень эффективно разводим потоки. И у нас есть узкоцелевые такие группы. Каждый едет сюда не для того, чтобы побывать везде. Он едет на конкретное какое-то событие, на конкретно какую-то рабочую встречу и на конкретно какой-то результат, на который он заточен. Поэтому у нас очень за вот эти 11 лет так эффективно сложилось распределять потоки, что дополнительно организованы дополнительные площади, видимо, выставки. Но мы растем каждый год, поэтому, конечно, мы начинаем выходить за рамки. И те участники, которые к нам приезжают, почему они возвращаются к нам? Потому что на площадке все сделано очень комфортно, любому уровню. То есть, будь ты технический специалист из компании или первое лицо, тебе уделяют ровно столько же внимания, ты будешь чувствовать себя главным на этой площадке. Комфортно. А правда, что в аэропорту будут встречать синяя ковровая дорожка? Ну, мы традиционно, да, наш брендинговый цвет, он синий. И мы символизируем, как бы, энергию такую, да, у нас и нефть, и газ. И, конечно, брендинг всегда начинается как там с начала самого, да, вот человек прилетел, он только вышел из аэропорта или самолета, он уже в трапе должен окунуться в атмосферу ТНФ. Поэтому брендируется и пространство багажного отделения, и сам аэропорт, и по пути брендируется. То есть мы отдельно сейчас разработали брендинг некоторых локаций города, которые тоже становятся, меняют свою среду. Сам технопарк превращается совершенно в другой. Ну, то есть участники форума или жители региона, которые там бывают, могут прийти и увидеть совсем другую площадку. Возникают новые локации, то есть отдельные зоны питания, которые сделаны прямо внутри, очень, опять же, там, в комфортном исполнении и в комфортном посещении. То есть мы постоянно работаем над разведением потоков. У нас отдельно есть команда, которая грамотно администрирует все нюансы, чтобы у человека не возникало никогда вопроса очереди или какого-то ожидания. У него главное – это приехать и быть погруженным максимально в работу, а все остальное, все сервисы ему доступны там очень в удобном формате. Поэтому, конечно, мы преображаемся, и даже когда нефтегазовый кластер выезжает на другие территории, как вот в этом году по итогам прошлого форума была договоренность с компанией «Алмаз-Анте». Это крупнейший военный производитель военной техники и оборудования в стране. Мы на их площадке делали выезд нефтегазового кластера, и те, кто приезжал туда, говорят, слушайте, ну как будто ТНФ переехал в Нижний Новгород. Мы брендируем опять любое пространство, куда мы попадаем, мы делаем в привычную комфортную среду для того, чтобы любой участник нефтегазового форума либо кластера чувствовал себя как дома. Ну, одна из главных составляющих ТНФ – это выставочный павильон. Расскажите, сколько будет компаний, кто будет представлен? Мы растем и в этом направлении, и в этом году уже к 70, более, по-моему, в последний раз 67 компаний, вот мы сверяли, будут принимать участие. Отрадно то, что те, кто приехал в прошлом году посмотреть, в этом году уже делают выставку. То есть они понимают, что это эффективно, это не просто люди приходят посмотреть, это практики, которые из каждой выставки ты можешь вынести себе какое-то новое направление либо новый потенциальный контракт. Как я говорил уже, компания «Алмаз-Анте» не просто приедет, а тоже будет в выставочном стенде. В этом году павильон стал еще больше. Еще больше, да, по-моему, это было вообще в первый раз. Да, он растет у нас более 1600 квадратных метров, но это сделано еще и с условием того, чтобы соблюсти все необходимые параметры и протоколы относительно безопасности. Да, то есть мы разводим пространство, мы не жалеем, скажем так, и не экономим средства на том, чтобы всем было комфортно и безопасно. Только поэтому люди возвращаются и знают, что здесь все будет качественно. Да, про безопасность можно тоже поговорить подробнее. По QR-кодам, да, я так понимаю? Да, в этом году мы предусмотрели... Вообще стоит отметить, что в прошлом году ТНФ было первое крупное мероприятие, проведенное в стране. Вот там, в условиях, новых условиях. Да, в новых условиях. Тогда были придуманы как раз технологии относительно сдачи ПЦР, относительно возможности сдачи прямо там. Там термометрия проводится как в ручном режиме, так и стоят дополнительные сканеры, которые отслеживают на входе уже непосредственно в зону форума каждого человека. Поэтому все, что связано с средствами безопасности, СИЗы и так далее, раздаются каждому участнику. Да, то есть тогда это было впервые, когда что-то начали раздавать, и санитайзер все тебе дает в одном очень красивом компактном пакете, что ты можешь все это сложить в пиджак, да, и это не будет выпирать, и это тоже важная составляющая. И в этом году все эти протоколы будут соблюдены. Ну и, конечно, здесь мы уже благодаря опыту взаимодействия с нашим здравоохранением безопасно и комфортно проводим эти вещи. Ну уже отработано все, да? Да, уже отработано. Все понимают, как себя вести, не задают вопросов. Если зоны ресторана, вот как сейчас мы, допустим, видим, там можно находиться без маски, то в других зонах люди обязательно соблюдают масочный режим. Ну и мы понимаем, что вот сейчас как раз ТНФ в такое время выпадает, когда, ну, получаются небольшие спады, скажем так, да, и вот поэтому мы его проводим именно в это время, когда не на растущем тренде, да, а на снижении. А будут какие-то еще правила, может быть, для участников или какие-то ограничения? Ну, ограничения простые. Если есть подозрения на то, что у человека что-то не то, он просто не допускается. То есть и в прошлом году точно так же было, но есть всегда возможность оперативно пересдать экспресс-тесты, потому что, ну, мы же понимаем, бывают такие вещи, что показывают, да, какую-то положительную, но у человека есть возможность пересдать быстро, и все равно, если подтверждается, что нет ни температуры, ничего, там был какой-то ошибочный тест, попасть на форум. Вы говорили, что будет более 30 мероприятий. Один из новых форматов – это лектория совместно с Тюмгу и Сибуром. Это новый формат, расскажите о нем подробнее. Да, это новый формат, он проходит под эгидой Минобра, и наша задача вовлекать в такие мероприятия все больше и больше участников. Как в целом ТНФ должен быть понятным для каждого жителя, почему мы его здесь проводим, зачем мы его проводим. Так и вот отдельная целевая аудитория – это студенты, новые стартапы, ребята, которые работают в каких-то направлениях, и их опыт, их знания, их вот это видение будущего, оно может стать на самом деле очень важным, ключевым, и принести новые какие-то решения. И сегодня мир глобально меняется в каком направлении? То есть мы понимаем, что много говорится о энергопереходе, с части того, что нужно перестать… У нас как же уголь, да, это самый такой вот, ну, то есть неэкологичный, скажем так. Нефтепродукты, газ, ну, газ – это на сегодняшний день самая чистая энергия. Энергия будущего, все говорят об этом, что это водород. Да, но пока еще не научились получать водород настолько, там, таким способом, чтобы это было эффективно. И вот если посмотреть на модель, допустим, ну, говорят, там, нефть все больше, все меньше будут использовать. Об этом говорят уже лет 15, но этого не происходит. Почему не происходит? Потому что на самом деле это сегодня, ну, еще самая эффективная модель. Есть страны, которые энергию получают, но только вот тем способом, там, углем, и у них на другое просто нет средств, да. А какие-то страны идут в другое, там, ветряки, солнечная энергия, но, как вот, например, электрические машины, вроде бы, там, не выделяют СО2, но для производства того количества батарей, которое там стоит, вреда может приноситься еще больше. Поэтому пока в мире, то есть вот тенденция на экологию, она есть, и она правильная, и мы видим, что и любая отрасль, которую сейчас не возьми, к этому стремится. Но наша задача здесь, ну, скажем так, отличать, когда это экономические войны просто идут, да, и пытаются, ну, то есть сильную энергетическую страну, а мы являемся однозначным лидером по углеводородам там в мире, когда пытаются поменять некий экономический ландшафт во имя других каких-то своих технологий. Поэтому умные, молодые, интересные, креативные ребята входят со свежими идеями, начинают что-то предлагать, и вот в этой коллаборации, да, то творческих талантов могут возникнуть интересные проекты. Да, у нас буквально пару минут остается. Очень интересно услышать про культурную программу, которую приготовили для гостей, потому что там и биенналии, и забеги. Да, мы понимаем, что надо, чтобы и жители тоже участвовали, и ТНФ приносил какую-то интересную повестку в ежедневную, скажем так, нашу жизнь. И вот Уральская биенналия позволит окунуться в историю новых креативных художников, с критиками пообщаться, то есть это всегда такие непростые, интересные и подходы, и объяснения к тому творчеству, которым можно столкнуться. И обратная сторона, когда кто-то критикует там и говорит о том, что здесь сделано не так с точки зрения новых архитектурных подходов. Площадка развернется на библиотечном фонде ИГУ и будет возможностью любого посетить. 14 числа в 18.00 состоится открытие, и мы приглашаем всех тюменцев для посещения биенналия. А утром 15-го, перед тем, как серьезно поработать, для участников форума и тюменцев будет забег. Это ТНФ совместе с компанией ЯТЭК. При нашем организаторе «Стальном характере» мы хотим всем показать Сибирь, мы хотим сказать, что сибиряки здесь не просто так, и даже перед главной панельной сессией предлагаем всем пробежаться. То есть можно тюменцам тоже присоединиться? Тюменцы могут поучаствовать, единственное, там есть ограничения, не более 500 человек, группами по регистрации, но на сайте форума можно смело зарегистрироваться, поэтому всех приглашаем. Ну что ж, большое вам спасибо, Андрей Вадимович. Я желаю, чтобы это мероприятие всегда прошло на самом высшем уровне. Спасибо, Екатерина, всех ждем в гости.